Доброе утро, дорогие друзья! Второй день нашего путешествия. Сейчас мы позавтракаем, выйдем на улицу, и я вам расскажу немножечко о Шкоде, о 70 тысяч пробегах, что за этот пробег случилось со мной и этой машиной. Плохого, хорошего. Так что смотрите дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать! Добро пожаловать! Итак, мы остановились эту ночь и ночевали в такой гостинице. хочу показать особенность этой гостиницы это вот, подойди сюда, сними огромный телевизор, насколько он огромный у них во всех номерах такие вот мой рост вот видите, наверное больше метра, а это длина диагональ, наверное, здесь дюймов 50, так точно вот, был прекрасный хороший завтрак, это нам все обошлось вместе с завтраком 160 злотых ну, умножаем на 20 вот такая цена, где-то в районе 3200 что-то дороговато мне 3200 должно было быть меньше 2400 гостиница и завтрак, может быть завтрак такой дорогой вот сейчас выйдем на улицу на улице замечательная погода и я вам расскажу немножко о машине пока она будет прогреваться так что смотрите дальше так, утро, прекрасная погода Х6, но не наш вот гостиница солнышко Польша идем к нашему Рапиду пока он будет прогреваться на 20 минут мы, конечно, не будем ждать я расскажу о последнем ТО сколько же оно мне обошлось вот две машины здесь стоят Форд и наша даже подоттаяла немножечко итак давайте как раз машина сейчас холодная с момента пыла у меня прошло уже 11 тысяч километров масло я не доливал проверим сколько же у нас масло я съела нервноупор у нас нету вот во что превратился мотор зимняя эксплуатация я его мыл перед зимой вот такой грязный сейчас посмотрим что у нас по маслу еще разочек масло у нас на щупе чуть меньше минимума даже сейчас еще раз проверим может быть даже придется долить до масла у нас минимум сейчас дольем то есть получается она за 11 тысяч порядка порядка с автомобилем до масштаба пол а и Субтитры делал DimaTorzok Ладно, сейчас заведем, пускай мотор немножечко прогреется, потому что не может, я залил сюда пол-литра, а не пол-литра поменьше, а вот он как был, так и остался И так, заведем, пускай пока прогреется, а потом чуть попозже померяем уровень Еще разок Давайте я вам расскажу о моем последнем ТО на 60 тысяч Вот, нет, нет Короче, ТО мне обошлось 16 тысяч рублей, меняли ремень генератора Масло Ну и, соответственно, фильтров все На 35, нет, на 45 тысячах менялись свечи Непонятно зачем, но рекламент был такой То есть, на 60 тысяч ТО стоит 17 тысяч Все остальные, они порядка где-то 12, 10, где-то вот такая цена за ТО Как за 70 тысяч, вообще по машине никаких претензий Немножко поскрипывают передние втулки стабилизатора в сырую погоду А так, я про колодки рассказывал, еще ни разу не менял По мотору тоже никаких претензий нет Но сейчас он машина немного под наклону стоит Поэтому уровень масла такой Ну, то есть, пол-литра за 11 тысяч Я думаю, это, в принципе, не много Ну что, поехали дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Все покушать хотят Итак, отъехали чуть в сторонку, вот до магазина Мотор немножко прогрелся Сейчас... Смотрим... Смотрим, смотрим, смотрим И видим пол уровня То есть, получается, она За 11 тысяч километров съела Пол-литра масла Вот как-то так От парковка перед торговым центром ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данный момент мы проехали И уже 893 километра Километра до Варшавы Побольше там Побольше там газовики идут и так далее Здесь, как правило, у поляков Новогод, так как таковых праздников нету Как у нас 7 дней Поэтому здесь новогоднее настроение Так не чувствуется вообще Итак, вот смотрите, какие у них Бутылки колы Пухлые, неудобные В руку прям вот Плохо ложиться И пить неудобно Литр 75 Опять она объемом Ни туда, ни сюда Ни два, ни полтора Ни литр Почему они так делают Непонятно И, кстати, еще хочу рассказать О том, что у нас вчера произошло После перехода границы Только границу перешли Буквально там 200-300 метров Проезжаем Нас тормозит таможня И проверила документы Забрала наши паспорта Техпаспорт Поставила нас рядышком Там на стояночку Минут 15 что-то проверяли Очевидно, их смутило То, что мы едем на один день Всего лишь в Польшу Без вещей, без ничего Поэтому на обратном пути Наверное, нас тоже будут проверять Что же мы такого вывозим Из Польши Поэтому вот так Наверное, надо было сказать Что мы едем на неделю А вернулись вот такие молодцы За один день Фитнес-клуб Там тоже какой-то маленький Рапид, кстати, машина Чисто вот для Европы Улочки здесь узкие Мед для парковки Не так уж много С габаритами Рапида С его шириной С его мотором Достаточно непрожорливым Эта машина Вот чисто европейская У нас в России Такие машины Не очень понимают Если есть деньги Покупают машину больше С более мощным мотором Объемным Здесь, конечно, не то Вот ученик Эл Лузер Или ламер Наверное По-нашему Ну вот пешеходы Здесь не бегут Через дороги Хотя нет Вот бежит То же пропустим На велосипедах Даже зимой ездят Еще один идет Такси Янтекс Сюда еще не добрался Вот музей Какой-то Как она заскочила Это узенькое парковочное место Профи Светофоры Которых нифига не видно Еще лампы Это же не светодиодные Вот как здесь организовано Движение по полосам Когда дорога Не позволяет сделать Четыре полосы Или может Из целей экономии То есть идет Сначала Две полосы В одну сторону Одна встречка Там Порядка Где-то километра Полутора Потом соответственно Наше направление Становится Одна полоса Встречка Становится Две полосы И этого достаточно Чтобы какой-то там Большой груз Обогнать Или Тихоходную машину Что достаточно удобно Но к сожалению На скоростях От 100 км в час Мотора Рапиды Конечно Становятся Маловато И вот эти вот Ускорения Фуры Здесь идут На порядка 87-90 Рапиды Ускорения С 90 км в час Даются Конечно Тяжеловато Еще Хочу обратить Внимание На разметочку Вот допустим Если пешеходный переход Если островок Безопасности То он Отделен Бордюром Там Ограждением Каким-то Если Как-бы-то Поворот Налево Направо То тоже Он осуществляется С третьей полосы То есть серединки Вот такое разделение Есть Что я нахожу Очень кстати Удобно Ты основному потоку Не мешаешь Ну и на пешеходных переходах Тоже это все Светоотражающее Все это Видно даже в темное время Сутки Разметка Она Не нарисована Она Наклеена Как Клейка Какая-то фигня То есть она Пачкаться Может пачкаться Но она не стирается И как правило Везде она Звуковая То есть на нее наезжаешь И звук такой Аршин Раздается Громкий довольно-таки Тем более На АПИДе Это слышно Шумоизоляция Здесь конечно Неплохая Но Международно Могла быть И получше До Варшава 57 километров Немножко Статка полиция С видишь Что мы с мобильником Я не увидел Проехали 961 километр С момента пуска Вот от гостиницы 87 5,9 У нас расход У нас средняя скорость Маленькая Заправки 6,6 Это вот Бреста На границе Мы заправлялись Поэтому вот так Сейчас покажу Варшаву Едем мы в Варшаву Регистрировать фирму Вот если Кстати вам интересно Пишите в комментариях Могу Рассказать Посодействовать Сказать Как зарегистрировать Человека Не с европейским Паспортом Компанию Фирму В Европе В Польше В частности Мы ехали На кусочек Автобана Польского Вот Объезд Минско-Заветского И Едем 120 И можно Наверное Слышать Шумоизоляцию Рапида Да В основном Вот сейчас Слышен мотор То есть Вот Мотор Потом Шум ветра И шум ветра Наверное С зеркала Через зеркала Вот зеркала создают шум И Да Вот зеркал Наверное Больше Ветер Шины практически Не слышны Потому что резина Не мягкая стоит И Поэтому От шин Шума нет Сзади Летит народ С Более мощными моторами Здесь конечно В Европе Нужен Малообъемный Турбомотор Ну какие здесь Принципы продаются На этих машинах Вот эти 1.2 1.4 Которые Нифига не ест Топливо Но он Динамичный И Как бы все То что нужно Для Европейских стран Чтоб я Мало топлива И нормально Ускорялся Нормально ехал Семь ступенечный Опять таки ТСГ Там обороты Болеты Такие большие Как у меня 22 км в час А у меня уже 3000 оборотов Ну то есть Многовато 130 И уже двигатель Быть слышно Еще сильнее Вот Даже не будем Далеко ходить Вот Фабия Видите Нас обгоняют Я думаю А это Рапид Универсал Кстати Рапид Универсал У него 1.2 Я так думаю И Вот Пожалуйста Уходит Посмотрим С какой он Скоростью Едем И А правда Раскочегарится На 140 И мы его догнать Не можем То есть Вот он идет Где-то 140 А у нас уже 3500 оборотов Появилась Какая-то вибрация Шим ветра Высилился Но шин Все-таки Не слышно Двигателя Стало слышно Чуть поменьше Потому что Слышно Слышен ветер Вот Вот так вот Едем А Рапид Утрывается От нас Идет Наверное 150 Не понимаю То ли здесь У машин Другая Шумоизоляция Какая-то То ли что Ну все-таки По шумоизоляции Наверное Разница есть У меня товарищ Купил BMW Калининградской Сборки И до этого Была немецкая Небо и земля Вот по шумоизоляции Немецкая Была намного тише А калининградская А калининградская Вот ты стоишь Пробки Мимо тебя Машина проезжает И спешает И это все Уже слышит Все-таки Я советую Покупать Если есть выбор Европейская сборка Или Российская Лучше конечно Покупать Выборку Европейскую 136 137 И конечно Сейчас расход будет Сейчас я покажу Моментальный Где он у нас Вот Если поддерживать Эту скорость 11.2 Ну естественно Не такой будет Но я думаю Будет не 6 А литра 8 Для Рапида Крейсерская Скорость Это 120 Ну может быть 130 Максимум Тогда Более Менее комфортно Ехать 130 0 0 0 Так что Вот так Вот так Вот мы едем Вот ребята Фабия Глент Я иду 128 Вот он ушел Я думаю Тоже идет Где-то 150 Поэтому 1.6 110 Это вот Город Не трасса Город И как я говорил В своих Предыдущих Видео Берите Ребят Машины Себе С Курбомоторами Несмотря на то Что там говорят Масла Нет Если вы будете Их нормально Эксплуатировать Ну будете Вы чуток Доливать масло Но оно того стоит То есть Там Литр на 3 На 4 На 5 тысяч Км Я думаю Не критично Зато она будет ехать Нормально Разрисован Икспятый Из двух Половин С Бритцов Субтитры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, Наталья, у нас видео. Куда мы идем дальше? К адвокату, да? Ну да, сейчас по-русски смотрю. Отлично. Вот здесь мы побыли у нотариуса. И едем дальше, да. У нас, да, Наталья? Я тебе скину ссылочку. Да, вот здесь вот в Польше находятся адвокаты, вот такие же. Да, это вот товарищ, который может нам помочь в регистрации фирмы в Польше, там, вид на жительство и так далее. Если что, пишите в комментариях, дам контакт. Вот здесь нотариус. Находится в Варшаве снег. Идем на паркинг и едем дальше к адвокату, да? Да, едем к адвокатам. Итак, теперь иду в банк и сделаю тебе банковскую карту. В польскую. Здесь, оказывается, тоже так можно. Банк какой-то ПКО должен быть. Вакуумбанк ПКО. 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 Открыто. Карточку мне не открыли, потому что два дня, сказали, будут проверять мою добропорядочность, и через два дня я только смогу подать документы. Так что этот раз у нас не получилось, в следующий раз обязательно все получится через два дня, но через два дня я не приеду сюда, приеду позже. Так что вот так. Теперь пойдем гулять. Вот как на обычных польских дорогах, ночью подсвечивается поворот. Это крутой поворот на солнечных батареях. Вот такие указатели, что впереди опасный поворот, и они вот так вот мигают. Что довольно-таки удобно. Так, пол-двенадцатого по местному времени, я на заправке. Сейчас я сделаю то, что до некоторого времени можно было делать и у нас, но сейчас ни в коем случае нельзя. Идем на заправку. Что же я такого сделал, спросите вы. Я купил бутылку пива алкогольного, все как положено на заправке. Вот прелесть Европы. За рулем, конечно, мы пить не будем, но чипсиков нет. Итак, ребят, сегодняшний вечер я хочу закончить вот в этом красивом месте. Вот это город, в котором находится наша гостиница. Хочу вам рассказать, как вот буквально полчаса назад нас остановила полиция за превышение скорости. Он достал радар еще, вот, который у нас были, наверное, года 3-4 назад. Он говорит, вот видишь, 81 километр, тут 50, с тебя штраф. Говорит, сколько есть денег? Я говорю, ничего нет. Говорит, вообще ничего, даже 10 евро. Говорит, ничего. Забрал документы, ладно, говорит, 50 злотых тебе выпишу. Приедь в банкомат, забрал документы, я съездил в банкомат, снял денег, привез ему, отдал. Он мне отдал документы, пожелал счастливой дороги. Плитанцы мне даже выписали. Сейчас машина проедет. Прошу направить, еще одну машину, сейчас мы не пропустили. Пропустили. Еще одно, что за движение такое? Это настороннее. Короче, вот такой замечательный у нас сегодня был день. Мне не открыли карточку, мы перезикстрировали предприятие. Так что до завтра. Завтра мы возвращаемся домой. Предстоит тяжелая дорога, все-таки снег. Это и в России, и в Белоруссии. А сейчас я взял на заправочке бутылку пива в 12 часов вечера, что несомненный плюс. Буду ее употреблять, употреблю ее и спать. Так что всем доброй ночи, всем пока. А ключ-то у тебя. А ключ-то у тебя... Такого просто так не перепрыгнешь. Итак, ребят, настал третий день нашего путешествия. Мы, к сожалению, покидаем довольно-таки неплохую, замечательную страну, Польшу. Польша подзамело. Снег мокрый, но снег чистят. Мы позавтракали, заехали в магазин, купили алкоголя недорогого. То есть здесь он процентов, наверное, на 30-35 дешевле, чем у нас в России. Но, к сожалению, вывезти много не получается. Три литра на человека всего лишь. Вне зависимости от того, там пиво это, или там вино, или это шампанское, или крепкий алкоголь. Три литра. Поэтому учтите, если что-то будете брать в качестве сувенира с собой, вот из Польши, все это просчитывайте. Или на границе, опять-таки, учитесь блефовать. То есть вас спрашивают, сколько везешь? Ты говоришь, три литра. Говорят, точно. Ты говоришь, точно. То есть уверенно нужно быть. Потому что вот позапрошлый раз я немножко повел себя неуверенно, и вот, как я говорил ранее, пришлось возвращаться и выставлять на нейтралке 8 баночек, по-моему, чешского пива замечательного. Вот. Так. Все классно. Плюс полтора. Рапид не подводит. Все как прежде, шумненько, тепло. Сейчас печку включим. Все прогрелось. Поэтому едем на границу. Переход обещает быть быстрым, так как сейчас как бы не время еще возвращаться с европейских стран, основной массе туристов. Поэтому посмотрим. Думаю, все будет быстро и хорошо. И держим путь домой сегодня. Вот. Надеюсь, к вечеру будем дома. Ночью даже. Вот. Да, еще, ребят, такой этот совет, лайфхак. Если вы в магазине там что-то закупаетесь, да, там хватаете, видите ценники, желтые, красные, какие-то цветные, скидки, акции, и когда на кассе вам на непонятном языке называют и вы слышите эти два слова «карта» и название магазина, то обязательно попросите у кого-то карту, потому что вот я эти слова услышал, но не придал этому значения. И, соответственно, если нет у вас карты, соответственно, вы по полной стоимости все товары покупаете, и вот эти красные, желтые всяческие ценники на вас не распространяются. То есть так цена красивая, там в два раза дешевле, допустим, вот пачка Фрера Раши большая здесь стоила 9,99 злотых, ну, это, грубо говоря, 200 рублей, когда она стоит 400. Без карты нам посчитали по тем же 400 рублей. Ну, то есть те же 400 рублей она и стоит. Поэтому лучше оформите себе карту в магазине, даже можно и, то есть, ну, не резиденту, так сказать, больше оформить эту карту и по очень хорошей цене покупать, кстати, продукты, вот, вкусности, так что имейте это в виду, чтобы сэкономить деньги. Вот как чистят дороги в Польше, в принципе, здесь чистить-то и нечего особо. Ну, вот так вот. Вот такая машина идет. Кстати, ковши у них на спецтехнике пластиковые, не металлические, пластик хороший. И вот в такую погоду, немножко поговорим о Рапиде, в такую погоду как раз-таки вот возникает проблема с тормозами на Рапиде. То есть, вот сейчас покажу спидометр, да, вот я нажимаю на тормоз, ничего не происходит, вот, и сейчас начинает замедление, замедляться машина. То есть, проходит, ну, буквально, наверное, секунды-полторы, когда ощущение, что колодки просто, ну, они действительно, наверное, скользят по дискам, пока диск просохнет. Что иногда может какую-то такую злую шутку с вами сыграть. И поначалу это было страшно, ну, и сейчас немножко подпривык, уже заранее, там, раз в 3-4 минуты на тормоз нажимаешь, тормоза чуток просушил, и знаешь, что, может быть, ты затормозишь нормально, когда тебе будет это нужно. Вот так. Ну, и вот мы подъезжаем, наконец-то, к польской границе. Видим, никого нет впереди. Вот поэтому очереди нет. Будем надеяться, что пройдем ее быстро. Кстати, не забывайте в Польше включать ближний свет фар или ходовые огни, если таковые имеются. Как-то раз тоже с Польши выезжал, вот здесь вот подъезжаю к пограничнику, а у меня, ну, забыл ближний свет включить вот на заправочке. И мне штраф хотели выписать за это. Ну, очередь небольшая совсем есть, там, сколько машин. Вот мы девятая. Поэтому не так уж долго отсюда, там, ни отпечатки пальцев не снимают, ничего, просто там контроль таможенный, пограничный контроль, паспортный и вперед. Основной контроль будет на въезде в Белоруссию. Вот там снег чистят. Польские таможенники по территории выжих и умчал вдаль. Так, переезжаем через вот мост. Кстати, в ту сторону, в сторону Польши, на польской стороне вообще никого не было. Там вообще совсем немного машин. Вот, это 5 января. То есть, соберетесь куда-то ехать, 4-5, наверное, самые идеальные дни месяца праздничные, когда можно ехать за границу. И день, 13.30. Наверное, к вечеру хоть тянутся все. Вот, по-моему, пропуска до Мачева. Итак, ну что, ребят, прошли мы границу. Белоруссия вообще заняла у нас, наверное, минут 15-10. Так, быстренько проверили паспорта, посмотрели, что в багажнике, не перевозим ли лишний алкоголь. Вот я сказал, что я все знаю, норма, и все, и нас пропустили. То есть, вообще все быстро, хорошо, да. Мы даже чемодан не открывали. И вот здесь непочищенная вся в голове, где Беларусь. Будем потихонечку пробираться в сторону дома. Поедем мы сейчас через Минск. Там на сколько-то 70 километров дальше, но по времени нам навигатор пишет на 20 минут быстрее. Ну и все-таки Минск там 4-х полоска с отбойниками. В такую погоду, я думаю, лучше немножечко крюк сделать, но дорога-то будет обслужена и почищена, чем вот эти так называемые козьи тропы. Так что вот так, едем дальше. Так, заправили мы еще 40 литров. Едем уже по М1, по Минке. Тут разрешено 120, едем 130, поэтому расход немножечко великоват. Но, наверное, приедем быстрее. И по этой дороге тут вроде погода будет получше. 1400 проехали. По расходу с момента пуска вот гостиницы. Нет, ну не от гостиницы. Это вот с границы, я так думаю, 200 километров. Может, от гостиницы. Короче, 7 литров расход. Вот, немножко увеличился он у нас за счет того, что идем не 90, а 120-130. И как мы уже выяснили, для Рапида это многовато. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, ребят, насталось нам до дома. 250 километров. Но тут погода прям адская. Дорога такая, козья тропа. Вот, началась, по крайней мере, от Мозыря. Вот, Могилева. Вот она вот такая зимняя. Ну, вот, практически ничем не отличающаяся от вот этой. Так что машина накатывает. Это все как бы и есть. Решил еще литров 10 беденечек залить. Потому что зима, мало ли. Будет там сама заправка за границей, не будет. Непонятно. Кто-то стучится. А, выпустить директор фирмы. ДТ 95 евро. Заправим 10 литров, заливаем. И остальное заправим, конечно же. В России что-то подешевле. Четвертая колоночка. Идем кофейку попьем. Что-то как отдохнем и дальше. Что-то дорога очень тяжелая, конечно. И тут обратная. И классная резина. Вот у меня Yokohama. Прям вот кашу колею очень хорошо держит. Вот такая у нас дорога. Последняя. Наверное, 700-600 километров. Чуть-чуть выше становится, что-то хуже. Снег сначала есть, потом нету. А так настоящий зимник. Такая светомузыка нам попалась на пути. Чистят дорогу. Вот, как я и говорил, проверили у нас паспорта. На въезде в Россию заняло это 30 секунд. И все. Как бы мы в России. Теперь 178 километров и мы дома. Итак, еще одна заправочка у нас. Даливаем уже бензина, чтобы хватило до дома. И так бы хватило. Но чуть-чуть вот так у нас рапид выглядит после почти 900 километров пробега. Весь в каше, в снегу. Колесо прям, арочка такая маленькая. Завтра будем мыть его. Бензин стоит нормальных денег. В отличие от Белоруссии. Не говоря уже про Польшу. 44-61 подорожал. И дня назад стоил дешевле. Завтра тоже виден. Ладно, до дома осталось 30 километров. Так что едем дальше. Вот мы и добрались до Брянска. 2162 километра позади. И мы приехали опять-таки в наш город. Итоги всей поездки мы будем подводить уже завтра. Сейчас домой отсыпаться. А завтра подведем тогда итоги поездки. Вот утро следующего дня. 71 999. У меня на одометре 267 километров мы проехали. Вот что показывает бортовой компьютер. С момента пуска это с гостиницы. Мы проехали 981 километр. 12 часов занял наш путь. Ну, это он учитывает холостой работу. На холостых как-то двигатель работал. И средний расход 6,8. Чуть побольше. Ну, это за счет того, что мы ехали по автостраде. И скорость была все-таки повыше 130. Ну, а как я повторюсь, для этого двигателя это многовато. Поэтому вот так. И что я могу сказать в общем о поездке. Путешествовать на Шкоде Рапид в принципе можно. Но если суточные пробеги составляют в районе 600-700 километров. И если они проходят все-таки по дорогам, на которых... А то есть не по скоростным дорогам. 90, 100, 110. Это в принципе комфортная скорость для этой машины. Для дальних путешествий. Потому что при большей скорости появляется шум. И это немножко утомляет. Вот. А так, в общем, машина показала себя довольно-таки хорошо. Про расход масла я рассказал. Расход топлива, я считаю, это очень хороший. Для поездок в Европу это довольно-таки экономично. Машина очень большая. Там сзади куча места. Большой багажник. Поэтому для путешествий, если вы соберетесь куда-то ехать далеко в Европу на Шкоде Рапид. Проблем это никаких вам не доставит. То есть будет довольно-таки комфортно. Я думаю, это будет максимально комфортно для машины этого класса. И при любых погодных условиях она вас довезет домой. Главное, чтобы была хорошая середина. Ну и, соответственно, вы были хорошим водителем. Потому что, ну, все-таки машина сама без водителя ничего не может сделать, к сожалению. На моей машине стоит система курсовой устойчивости, которая на снежной каше помогает. Это плюс. Поэтому вот такое у нас было путешествие. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, задавайте какие-то вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до следующих видео.